Как всегда самолет Все авиакомпании открываются, когда я начинаю снимать видео Всем привет! Сегодня на моем канале Beauty Video Я буду рассказывать вам о косметике, которая называется Tarte Cosmetics И если вам интересно и вы любите смотреть видео о новинках из косметики И вам нравится вот эта вся бьюти тематика То не переключайтесь, потому что я надеюсь, что это видео будет полезным и интересным для вас Поэтому давайте начинать Помимо того, что я буду показывать вам продукты Я также буду выносить свой вердикт о каждом продукте Потому что я уже за некое время протестировала каждый из них И могу сказать, что мне понравилось, что не понравилось Все было запаковано в такой упаковке Конечно же, бумага с единорогами, которая меня очень порадовала Она просто супер веселая Кто, кстати, смотрит бьюти-видео на инстаграм и следит за разными там новинками и так далее Я уже где-то года два приметила для себя консилер, который там постоянно рекламируют Не то чтобы рекламируют, его показывают, им пользуются И наконец-то я выяснила, что эти консилеры, которыми они пользуются, именно от фирмы Tarte Упаковка и сам консилер Выполнено, конечно же, все довольно качественно, красиво И сказать, что там какая-то ценовая политика довольно высокая Я не могу сказать, потому что есть продукты, которые стоят дороже, но меня они почему-то не впечатляют Мне они не нравятся, мне они не подходят Довольно большая и объемная упаковка Несмотря на это, здесь всего 10 мл За все время из всех консилеров, которые я перепробовала, перепробовала я их немало Разных фирм, разных оттенков И искала для себя всегда светлый консилер, который бы подходил тон моей коже И был даже еще светлее И я ничего подобного не встречала, чтобы настолько мне нравилось, как вот этот вот консилер от Tarte Это действительно шикарная вещь, которую я открыла для себя И я уверена, что как только он закончится, я буду все равно покупать его Потому что я не хочу ничего искать лучше Потому что мне кажется, что лучше я ничего не найду Что касается оттенка, этот оттенок Fair самый-самый светлый И я миллион лет искала для себя самый светлый консилер И вы знаете что? Этот консилер даже слишком светлый для меня И сейчас на лице, кстати, под глазами я использовала именно этот консилер Напоминает такой гигантский блеск для губ Я сейчас попробую сделать свотч Очень-очень светлый, холодный причем не просто там теплый оттенок А именно холодный оттенок То, что мне нужно было Вот так вот выглядит этот бутылечек Здесь жидкость И набирается она с помощью очень удобной пипетки, которая здесь И эта штука предназначена для того, чтобы делать сияние на своей коже То есть это не то, чтобы хайлайтер Его можно, в принципе, по-всякому использовать Но ее советуют добавлять или смешивать с каплей тональной основы Или использовать перед нанесением тональной основы То есть как праймер, скажем так Я, конечно, немного переборщила, когда первый раз ее использовала Я нанесла капельку здесь, здесь, здесь В общем, по всей коже И у меня получилось, ну, просто пипец полный Потому что я боялась выйти на солнце Иначе просто бы засияла к чертовой матери Но факт в том, что эта штука реально классная То есть если правильно ее применять Если ее использовать правильно То она будет работать правильно И при этом проявлять себя довольно интересно Я поняла, что для себя, что лучше ее, конечно, не смешивать с тональной основой Как я это сделала Либо, если смешивать, то с большим количеством тональной основы И добавлять ее именно буквально чуть-чуть Но самый лучший вариант Если вы не хотите так, чтобы сильно явно проявлялось это сияние Чтобы оно было по минимуму То я советую, конечно же, наносить ее с праймером То есть как бы перед нанесением отдельно тональной основы Или там биби-крем, что вы там будете использовать Но вообще-то штука реально классная Она очень-очень такая сияющая В ней много частиц сверкающих Что мне очень нравится И также, конечно же, основная жидкость Это масляная консистенция Из натуральных масел И ее постоянно нужно встряхивать перед каждым использованием Чтобы не было какого-то там отслоения блесточек от масла и так далее То есть постоянно нужно хорошо взбалтывать Запах, кстати, цитрусовый То есть скорее всего, что масло, которое используется здесь, оно цитрусовое Потому что очень сильно пахнет таким мандаринчиком Кто-то даже использовал его как хайлайтер То есть наносили капельку здесь и растушевывали по области Я пробовала, реально тоже работает хорошо Но мне нравится больше использовать таким стандартным способом, как показывается на официальном сайте Вот Там показывают именно, как использовать его И если я не ошибаюсь, то они его использовали также перед тональной основой То есть на всю область кожи То есть буквально пару капель чисто добавлялось какого-то сияния И потом уже спонжиком или кисточкой наносилась тональная основа или биби-крем Я начну вот с этой вот шикарной туши Я искала тушь по типу советской ленинградской туши Которая была очень густая, которая вырисовывала каждую ресничку И просто была ультра-черного цвета Я терпеть не могу резиновые щеточки То есть я люблю стандартную щеточку, которая напоминает ершик И она, в общем, не резиновая, а имеет ворс Так вот, в этой туши как раз резиновая щеточка, что я не хотела Многое зависит не от кисточки, а от того, что внутри Эта тушь просто идеальная для меня Потому что она действительно прорисовывает каждую ресничку Она делает ее, так скажем, помимо того, что она разделяет ее Она ее как-то выделяет по-особенному И не важно, это тонкая ресница или какая-то там густая Также у них был раздел сейл Там было много продуктов, так скажем Которые не то чтобы не пользуются популярностью А вот остались одних оттенков и так далее И их уценили довольно-таки хорошо В два раза практически И я не знаю, зачем я взяла эту штуку Но, в принципе, она довольно классная Если, конечно, ей пользоваться регулярно Не факт, что я буду ей пользоваться регулярно Но, тем не менее Это CC Primer от Tarte В оттенке Tone Ну, то есть тонирующий оттенок Я не знаю, зачем я взяла себе такой цвет Просто потому, что он был там в наличии И это, естественно, не мой тон То есть это, так скажем, для... Ну, не то чтобы афроамериканок В общем, для смуглых людей Но я не скажу, что это там вещица Как для меня регулярная Которой я буду постоянно пользоваться Возможно, я дам маме Также в подарок они положили вот такой вот пробник Так скажем, осветлитель под глаза С маракуйи Я не знаю, все хвалят этот крем очень сильно И я хочу его попробовать Если он мне понравится То я, возможно, куплю полноценную версию Которая стоит, конечно, недешево Но факт в том, что все, по крайней мере, нахваливают его Хорошо, когда кладут пробники И ты можешь попробовать Чтобы узнать, чтобы мне покупать, конечно, полноценную версию Следующая штучка, которую я купила Это белая пудра Которую я, конечно, буду использовать Как для стробинга У меня вообще есть белая пудра от L'Etoile И мне она безумно нравится Но она уже подходит к концу И я решила купить себе вот эту вот пудру Но пока что я не совсем к ней привыкла Потому что упаковка немного-немного меня раздражает Я не могу высыпать, так скажем, необходимый объем пудры Чтобы можно было губкой или кисточкой его взять То есть для меня пока это небольшое неудобство Но я думаю, что я просто мало еще протестировала Потому что я ее использовала только пару раз И это крайне мало Сама по консистенции пудра просто идеальная Она действительно очень классная Но вот именно упаковка меня немного пока что раздражает Здесь, в принципе, стандартная упаковка Но вот почему-то в коробочке от L'Etoile Которая бумажная, так скажем, выглядит довольно простенько Мне было крайне удобно Пудра напоминает очень-очень такую мелко-мелко перемолотую муку То есть как и должна быть пудра для штробинга, для стробинга Я на самом деле в восторге Мне осталось только немного научиться с использованием данной упаковки И все будет отлично На данный момент я нашла для себя ту идеальную косметику Ту фирму, которая выпускает продукты, подходящие для моей кожи То есть мне нет смысла покупать какую-то там супертоналку Которая будет покрывать прыщи, которых у меня нет Или покупать какое-то там средство, которое предназначено для взрослой кожи И я не вижу в этом смысла Я всегда, знаете, предпочитала более такую натуральную, легкую косметику Которая бы предназначалась для здоровой, молодой кожи И это не значит, что этой косметикой нельзя пользоваться там взрослым женщинам То есть нет У них также есть раздел, например, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже есть тональная основа Которая с супер таким покрытием У кого акне и там серьезные проблемы с высыпаниями на кожу То есть чтобы полностью было, как они называют, full coverage Чтобы было полное покрытие У них также есть такие продукты Но мне покупать их абсолютно нет никакого смысла Поэтому, естественно, я стараюсь убирать сейчас для себя что-то более такое легкое Я надеюсь, что вам понравилось это видео И я много болтала здесь на видео Но это все для того, чтобы вы просто поняли Стоит ли вам покупать данную косметику или там данный продукт Или вообще нет смысла Вы, к примеру, посмотрите и поймете, что он вам не подходит Если у вас есть какие-то вопросы, то, конечно же, задавайте мне их внизу в комментариях Я всегда отвечу по возможности И, конечно, если вы новый зритель, то не забывайте подписываться на мой канал Чтобы не пропустить выход новых видео И да, если это видео вам было интересным и полезным То поддерживайте меня пальчиком вверх Мне будет очень приятно И увидимся скоро в новых видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok